В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. На Рязань спускаются сумерки. На пешеходных переходах люди становятся незаметными. Аномально низкое атмосферное давление. Синоптики говорят, что это рекорд 20 лет. Трофяной пожар потушили в области. С условным возгоранием боролись в Клепяковском районе. Пять незаметных пешеходов оказались прошлым вечером под колесами автомобилей. Рязанцы уверены, причиной ДТП стало плохое освещение дороги. На одном из городских перекрестков сбили сразу двух человек. На перекрестке улиц Дзержинского и Семена Середы наезд на людей произошел на пешеходном переходе. Основной причиной в ГИБДД называют то, что водители не успевают разглядеть пешеходы на переходе. Особенно, если они одеты в темную одежду. В осенних неблагоприятных погодных условиях количество наездов на пешеходов значительно увеличивается. Только за последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов, что составляет около 40% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. В начале октября ситуация не изменилась. Так только за прошедшие сутки в Рязанской области было зарегистрировано пять случаев наезда на пешеходов. Причем три из них были совершены на пешеходных переходах. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, что водитель в неблагоприятных погодных условиях должен быть осторожен, подъезжая к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Но и пешеходам, в свою очередь, прежде чем выходить на пешеходный переход, нужно убедиться в безопасности. Большую опасность представляют открытые зонты и капюшоны, которые используют пешеходы в подобных погодных условиях. Из-за зонта либо капюшона пешеход не всегда может правильно ориентироваться на проезжую часть и совершать определенные ошибки. Ну и, конечно же, пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и никак иначе. В темное время суток сотрудники госавтоинспекции советуют использовать светоотражающие элементы на одежде, что позволит водителю вовремя заметить пешеходы и среагировать на его появление. Конфликт пешеходов и водителей – это вообще достаточно распространенное, скажем так, дело. Смысл в том, что только взаимовежливое и строгое соблюдение правил дорожного движения поможет избежать трагедии на дороге. В целях усиления профилактической работы в Рязанской области ежедневно проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В эти дни в Рязани ожидается аномально низкое атмосферное давление. Синоптики предупреждают, что будет 726 мм ртутного столба при норме в 760. Это рекорд за 20 лет. Кроме того, наблюдается так называемая погодная гипоксия, когда в воздухе понижено содержание кислорода. У людей с заболеваниями сердца и ишемии сосудов может ухудшиться состояние. Внимательнее надо быть и тем, у кого хроническая патология органов дыхания. По прогнозам синоптиков, к воскресенью давление придет в норму. Погоду нашего региона определяет атлантический циклон, перемещающийся на северо-восток. Он принес ветреную, дождливую, пасмурную погоду и небольшое повышение температуры воздуха. Атмосферное давление сейчас пониженное, но завтра днем уже будет расти. 7 октября ночью ожидаются дожди. Днем уже местами небольшие по области. Температура воздуха ночью 3,8, в Рязани 4,6 со знаком плюс. Днем 8,13, 10,12 соответственно градусов тепла. В воскресенье в промежуточном гребне антисеклона обойдется без осадков. Температура воздуха ночью по области плюс 1, плюс 6 градусов, в Рязани плюс 2, плюс 4. Днем воздух прогреется до 9,14 градусов тепла по области в Рязани плюс 11, плюс 13. А вот в начале новой рабочей недели ожидается выход очередного южного циклона. Поэтому вновь пойдут дожди. Ветер усилится при обладающей температуре воздуха ночью по области 4,9 градусов, в Рязани 6,8. Днем 10,15, в Рязани 12,14, что выше климатической нормы на 2,4 градуса. Торфяной пожар сегодня потушили в Рязанской области. Условное возгорание произошло в Хлепиковском районе. Спасателям помогали добровольцы и сотрудники пожлеса, а также моя коллега Анна Герцовская. В очередной раз съемочная группа телекомпании «Город» отправилась на учения, которые прошли на территории Рязанской области. Практическая тренировка по взаимодействию сил и средств, предназначенных для тушения торфяных и природных пожаров, прошла в районе села Макеево на территории Национального парка Мещерский. Поле поджигать не стали, поскольку на глубине от 50 до 70 сантиметров здесь действительно расположен торфянник. По замыслу учения мимо поля проходил человек, который стал очевидцем природного пожара. Позвонив по номеру 101, он сообщил о происшествии. Звонок действительно был совершен, чтобы проверить, насколько быстро реагируют экстренные службы и как четко диспетчер придерживается плана. На территории каждого лесничества и каждого муниципального образования существуют утвержденные планы действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также план тушения лесного пожара. В соответствии с этими планами и работают диспетчерские службы, существующие в каждом лесничестве. По прибытии суда первого подразделения, так как это территория национального парка, соответственно, они первые реагируют, руководитель тушения пожара, он, соответственно, запрашивает необходимые дополнительные силы и средства. Согласно плану, сюда были направлены силы и средства по железу, а также Рязанской областной противопожарно-спасательной службы. И в результате проведенных действий был ликвидирован пожар и впоследствии ликвидирован. По сценарию площадь возгорания составила один гектар. В реальности же силами и средствами национального парка Мещерский можно было бы справиться с подобным пожаром. Однако во время учения отрабатывается несколько вариантов развития событий. Так проверяется взаимодействие всех подразделений и их готовность к чрезвычайным ситуациям. В зависимости от величины пожара определяется его статус. То есть это может быть на уровне самого сельского поселения. А также, если пожар принимает большие территории или объемы, может вводиться чрезвычайная ситуация. То есть если он превышает определенные размеры и создает неблагоприятные условия, на территории поселения может вводиться чрезвычайная ситуация в связи с этим. И соответственно уже органы управления районов в первую очередь подключаются. То есть есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая уже на себя принимает, скажем так, все принятия всех решений по тушению таких пожаров. То есть ликвидация чрезвычайной ситуации. В этом году в Рязани не происходило серьезных природных пожаров. Может быть потому, что лето выдалось весьма дождливым и холодным. Однако все помнят события 2010 года и то, каким опасным может оказаться пожар. Тление торфа на полях приводит к коварным последствиям. Этот пожар происходит под землей и не всегда очевидны масштабы его распространения. Кроме того, что горящие торфяники являются причиной ухудшения качества воздуха, что неблагоприятно сказывается на здоровье местных жителей, такое возгорание может привести к крупному лесному пожару. Поэтому отработка навыков тушения торфяных пожаров является одним из приоритетных направлений. Для ликвидации возгорания используют специальные приспособления, торфяные стволы, которые тушат пожар непосредственно под землей, а также при подобных возгораниях задействует лесоторфяной трактор. Он снимает слой грунта, переворачивает торф, который можно в дальнейшем заливать водой. Это дает больший эффект. Конечно, для предотвращения распространения пожара, в самом начале зоны возгорания окопали по периметру. Однако во время учений были сделаны выводы, что в течение прошедшего пожароопасного периода это поле не обслуживалось. Его не окапывали, трава не скашивалась. Так что в завершении учений при подведении итогов было принято решение, что к следующему сезону все эти недочеты будут устранены. Стоит сказать, что в тушении этого условного пожара приняли участие 12 единиц техники и более 40 человек. На месте событий побывали Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В интернете появилась информация, что дорожные камеры Рязани фиксируют такие нарушения за рулем, как разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности. Камеры действительно фиксируют расширенный перечень нарушений, такие как выезд за стоп-линию, проезд на красный свет и поворот не с той полосы. Но телефонный разговор в этот перечень не входит. В настоящий момент средства автоматизированной фиксации административных правонарушений в Рязанской области регистрируют такие нарушения, как превышение скоростного режима, выезд на полосу, предназначенный для встречного движения, выезд за стоп-линию, несоблюдение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора. С развитием фото-видео фиксации в области за сутки выявляется более 5-6 тысяч правонарушений. И водителям транспортных средств лучше всего задумываться не о том, какая камера фиксирует то или иное нарушение, а о неукоснительном соблюдении всех требований правил дорожного движения. Рязанский театр «Кукол» стал участником фестиваля «Зеркало-сцены». На суд зрители и жюри они представят три спектакля. Все они пройдут на этой неделе. Открыла конкурсную программу постановка «Маленькая ночная серенада». Экспериментальный спектакль в ультрафиолете сыграли в кукольном театре. Постановка «Маленькая ночная серенада» рассказывает о приключениях юного Моцарта. Известно, что музыка к гению приходила во сне. И в 4 года он написал свой первый концерт. Чтобы создать атмосферу сновидения и вдохновения, актерам пришлось двигаться в абсолютно черном кабинете. Поначалу, когда только репетировали, это было какое-то нечто. Мы ходили, мы сшибали друг друга, наступали друг к другу на ноги. Если кто-то вытянул ногу случайно, то считают, что ее не будет. То есть кукол там всех заготавливаем в определенные места. Потому что в темноте можно сбиться, запутаться, там что-то случится, какой-то форс-мажор. Можно наступить, сломать, все что угодно. Поэтому в этом спектакле очень важна концентрация внимания, очень четкая, чтобы каждый знал, где у него что лежит, чтобы другой человек не клал на его вещи свои, то есть чтобы все вот это у каждого свое место. Спектакль поставила режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Озерская. В родном городе она возглавляет театр пластики «Рунг Хендмейд». Это симбиоз кукольного и драматического театров, пантомимы и хореографии. Молодой режиссер быстро нашла общий язык с труппой. Перед сдачей спектакля они вместе репетировали круглые сутки и расходились из театра уже за полночь. У каждого спектакля есть свой запах. Ну да, это действительно так. И этот спектакль имеет тоже определенный свой запах. И как-то однажды она проходила мимо и говорит, что-то сиренадой запахло. Какие-то совершенно. То есть у каждого человека свое какое-то отношение к этому спектаклю. В рязанской постановке приняли участие все молодые актеры театра кукол. Оксана Паранова приехала из Нижнего Новгорода и работает в нашем городе всего третий сезон. Для нового спектакля ей вместе с коллегами пришлось освоить плоскостную куклу. Здесь мы буквально, сказать, играем правую ногу левого, не знаю, левой рыбки. Ну то есть вот как-то вот так. В этом сложность. Но это очень хорошо тренирует такие вот командные навыки. Маленькая ночная сиренада – это фантазия о том, как мальчик превратился в настоящего композитора. История его путешествия во сне по сюжетам своей, еще не написанной музыки. Однако в этот раз спектакль оценивали не только юные зрители. На жюри фестиваля «Зеркало сцены». Через эту фантазию, через игру произошло какое-то приобщение совершенно маленьких детей к вечной музыке, к самым высоким стандартам классическим. Итоги фестиваля подведут уже в это воскресенье. На сцене Рязанского театра драмы актерам и режиссерам вручат заветные статуэтки. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». По итогам 2016 года Рязанская область заняла 15-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Таковы данные исследования проведенного РИА-рейтинг. О проведении Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля рассказала глава регионального Минспорта Татьяна Пыжонкова на пресс-конференции, которая состоялась 4 октября. На ней также присутствовали главные судьи областного фестиваля ГТО в Рязанской области Татьяна Лисова. Кроме того, представитель и участники сборной команды Рязанской области по ГТО. В свою очередь Татьяна Пыжонкова отметила, что фестиваль станет кульминационным событием третьего этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который завершается в 2017 году. Фестиваль проходит с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года в два этапа. Первый региональный этап фестиваля проводится в субъектах Российской Федерации с 20 сентября по 20 декабря. Второй этап пройдет в рамках официальной и деловой программ международного форума «Россия – спортивная держава», который будет проходить в феврале 2018 года. Стоит сказать, что с 18 октября по 8 ноября сборная команды Рязанской области примет участие в третьем Всероссийском фестивале ГТО в Международном детском центре «Артек». Члены Рязанской сборной – это учащиеся образовательных учреждений, показавшие лучшие результаты на региональном этапе фестиваля и выполнившие нормативы ГТО на золотой знак отличия. Я рад, что я еду на этот третий этап. Сначала я выиграл муниципальный, показал лучший результат. Потом я поехал на региональный, тоже показал лучший результат и получил золотой знак отличия. И потом мне сказали, что я поеду на третий этап. Лучшие из лучших отправятся на юг нашей страны, чтобы добиться еще больших результатов. Для молодого поколения участие в этом спортивном фестивале является хорошим мотиватором для развития. Здесь дети учатся преодолевать себя, они становятся сильнее, заражают любовью к спорту своих сверстников и даже взрослых. Напоследок хотелось бы добавить, что правительство Рязанской области в лице Татьяны Пыжонковой приглашает и других рязанцев принять участие в фестивале. Обращаем ваше внимание на то, что участники, показавшие наилучшие результаты при выполнении норматива в ГТО, будут приглашены к участию в игровых мероприятиях, которые пройдут в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в феврале 2018 года в Ульяновской области. Анна Герцовская, Вячеслав Фролкин, телекомпания «Город». День учителей в России отмечается ежегодно 5 октября. Праздник справляют сотрудники всех образовательных учреждений. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки или устраивают концерты. Но в Политехническом институте этот праздник решили отметить иначе. Для преподавательского состава была организована экскурсия в художественный музей имени Пожалостина. Вместо обычного концертного зала – картинная галерея. Именно так решили отпраздновать День учителя в Политехническом институте. Выбор не случайен. Рязанский государственный областной художественный музей имени Пожалостина – это бывшее здание мужской гимназии. Просто исторически так сложилось, что наше здание и ваше здание фактически единое целое. Здесь был пансион мужской гимназии, здание вашего университета. Учились пансионеры, которые жили здесь. Есть имена, которые связывают нас. Мероприятие разделили на несколько этапов. Вначале – экскурсия по художественному музею. Для педагогов с кафедры гуманитарных дисциплин это место стало вторым домом. Они часто приводят сюда студентов на экскурсию. Сегодня учитель как никогда должен, во-первых, сам владеть этими технологиями, но в то же время это не должно быть самоцелью. Надо приобщаться к вечному, прекрасному, к духовным ценностям. И вот сегодня педагог не только должен знания нести, но и будить в юношах и девушках творческое начало. За короткое время провели экскурсию по всем выставочным залам. Картины Айвазовского, Архипова и других художников произвели неизгладимое впечатление на преподавателей, что они честно пообещали прийти сюда еще раз и вновь насладиться прекрасными произведениями искусства. Всех преподавателей и представителей художественного музея поздравил директор Политехнического института. В школе мы выбрали себе такое благородное и непростое дело и работаем все с огоньком, с оптимизмом, соответственно мы с вами делаем благое дело. Я вам желаю всем добра, мира, тепла, достойных наших выпускников, ну и простого человеческого счастья. С праздником вас! Второй этап праздника – это концерт, только не совсем обычный. Преподаватели слушали романцы и наслаждались прекрасной музыкальной фантазией от виртуозного пианиста. Можно смело сказать, что такого праздника не было еще ни у кого. Тем более в таком месте, как художественный музей, где каждое помещение насыщено культурой и пропитано духовностью. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сбалансированные планировки квартир, индивидуальное отопление, качество, экологичность, стройматериалов и высокий уровень строительных и отделочных работ – все это является неоспоримым конкурентным преимуществом жилого дома «Рассвет». О том, чем еще выгоден данный проект, расскажет Валерий Седов. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Детский юмористический киножурнал «Яролаш» существует уже более 40 лет. Несмотря на течение времени, он все так же популярен не только среди детей и молодежи, но и среди людей старшего поколения. Сегодня у юных рязанцев появилась уникальная возможность принять непосредственное участие в создании культового юмористического киножурнала. Студии «Яролаш», которые являются единственным официальным партнером «Яролаша» Бориса Грачевского, работают уже на протяжении нескольких лет более чем в 25 регионах страны. 7 октября открытие подобной студии состоится и в нашем городе. На кастинг приглашают рязанцев возрастом от 5 до 25 лет. После отбора ребятам предстоит принять участие в восьмимесячном проекте. За это время они постигнут азы актерского мастерства, сценической речи, движения и вокала. Результатом проекта станет съемка в нескольких сюжетах, двух учебных и двух основных в массовке и затем в долгожданной главной роли. Ну а закончится все ковровой дорожкой и премьерой в одном из кинотеатров. На этом у меня все. Новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50 Глобал Сервис.